В Евпатории в этом месяце зарегистрировали тысячный брак и тысячного новорожденного. Помимо этого, Евпатория продолжает оставаться в лидерах по рождаемости детей на территории Крыма. Обсудим мы сегодня это с руководителем местного ЗАГСа Екатериной Руденко. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, в чем еще Евпатория остается лидером? У нас получается, на каком месте мы среди всего Крыма по рождаемости? На данный момент мы на третьем месте, выступаем мы только Симферополю и городу Ялта. Сколько у нас родилось детей на прошлой неделе? На прошлой неделе у нас родилось 23 ребенка, среди них 9 мальчиков и, соответственно, 14 девочек. Это стандартная статистика? Девочек всегда больше рождаются? Нет, это только на этой неделе. Вообще мальчиков рождается совсем на чуть-чуть, но больше. А тысячный новорожденный был мальчик? Тысячный новорожденный был мальчик с замечательным именем Илья. Да, это первый ребенок в семье, долгожданный, очень замечательный, очень позитивный, улыбчивый. Ребята были у нас на торжественной регистрации новорожденного, и малыш себя вел очень достойно, несмотря на свой юный возраст. Илюша – это вполне обычное имя, а была вот несколько лет назад мода на нестандартные имена. Продолжается ли она в Евпатории? Ну, чаще всего, конечно, у нас детей называют привычными слуху именами, такими как Александр, Артем, Матвей, Егор. Для девочек популярны имена Анастасия, София, Мария, Виктория, Дарья. Ну, конечно же, встречаются и достаточно редкие, необычные имена. Мальчиков вот в этом году называли Любослав, Светозар, Симеон, достаточно необычные имена. Девочки Алисия, Арья была, Леора и Майя. То есть это больше славянские имена? Да, больше славянские имена, но и на мода на иностранные имена тоже не то, чтобы не проходит, но встречается. В этом году был зарегистрирован мальчик Ричард и девочка Белла. Очень интересно. А по поводу бракосочетания, остается ли Евпатория, может быть, тоже каким-нибудь лидером по созданию семей? Ну, 22 ноября мы зарегистрировали тысячный брак. С начала 2019 года это были молодожены, Иван и Дарья, молоденькие. В средний возраст у нас женихов, невест, все-таки близятся больше к 30 годам. То есть сейчас вступают в брак в таком осознанном времени, то есть серьезно подходят к созданию семьи. Но это ребята, которым было, соответственно, 18 и 20 лет. Тысячный брак, это прекрасно. А по поводу разводов, часто у нас разводятся, какая, в принципе, статистика в городе? В принципе, наша статистика, она не выходит за рамки. Вот Республики Крым у нас не самая печальная ситуация. Расторгается у нас порядка где-то 30% браков. Для Российской Федерации это очень низкая цифра. Но, тем не менее, да, такие случаи случаются. И нельзя сказать, что расторгают брак только те пары, которые вот только-только расписались. Ну, основная масса это ребята, которые уже прожили, ну, хотя бы где-то лет 5 вместе. А 30% это, в принципе, немало. Какая тогда статистика всего по России? Ну, по Республике Крым это 37%, а по Российской Федерации, ну, у каждого субъекта свои цифры. Ну, бывает, конечно, не сошлись характерами. А бывает ли такое, чтобы прямо вот на церемонии говорили нет? Нет, у нас прозвучало только в нескольких случаях, когда было сказано, что нет, я не могу сказать нет. Я хочу сказать да, что я уверен в своих чувствах. Это было единственное, ну, два или три случая. А бывали какие-то еще интересные, может быть, курьезные случаи на бракосочетаниях? Курьезные случаи на бракосочетаниях? Нет, прямо вам сейчас так и не упомню. Все равно регистрация брака, как бы молодожены не волновались, они подходят осознанно. Они их... Сейчас у невест уже четко выстроено, как будет проходить их регистрация брака. Чуть ли не по минутам все расписано и строго регламентировано. Продолжают регистрировать все браки в ЗАГСе, пользуясь ли популярностью в выездной церемонии? Ну, во-первых, ЗАГСы в выездной церемонии не проводят, поэтому нет такой услуги, поэтому приходят к нам, регистрируют брак, ну, можно в торжественной, можно в неторжественной обстановке, но по-прежнему большее количество регистраций — это все-таки торжественная обстановка. В присутствии многочисленных гостей, родственников, родителей, все-таки сказать друг другу «да», да, своим чувствам. Я знаю, что у вас еще есть нововведение при регистрации брака, правильно? Подать заявление можно теперь? Да, подать заявление можно через портал госуслуг, то есть для того, чтобы подать заявление, не обязательно приходить в ЗАГС, это можно сделать дома, сидя на диванчике, через ноутбук, зайти в свой личный кабинет на портале, оплатить государственную пошлину, подать заявление и, соответственно, направить своему избраннику это же заявление для заполнения второй стороны. Или избранницы. Или избранницы, да. Часто инициаторами брака выступают мужчины? Пополам. Поэтому девушки у нас тоже активны. Отлично, спасибо вам большое, Екатерина, за очень интересный разговор. Пожалуйста. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся в этой студии. Мне очень приятно, когда на эфир приходят так рано, выделяют на время. Спасибо. Спасибо.